Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана в студии Аркина Ламбеков. И сегодня в выпуске. Мы ни в чем не виноваты. Энергетики Кыргызстана оправдываются перед населением и говорят, что в частых отключениях электроэнергии виноваты не они, а предыдущие власти. Быть или не быть – вопрос для Совета по отбору судей становится уже риторическим. С момента начала работы органа нет почти никаких результатов деятельности, одни протесты. Заслужил, заплати. Государство требует победителей международных конкурсов, чтобы платить налоги от суммы их денежных вознаграждений. За талантливых кыргызстанцев заступились депутаты. Не виноваты мы. Так энергетики страны оправдывались перед журналистами за повсеместное отключение света в республике. В частности, заместитель министра энергетики Автандил Калмамбетов заявил, что плохое состояние оборудования, из-за которого Бишкек не выдерживает нагрузок в морозы, – это результат бездействий прежней власти. Режим Бакиева виноват в том, что не позаботился вовремя о ремонте и приобретении нового оборудования, рассчитывая, что этим займутся новые хозяева энергораспределительных компаний. Напомним, прежние власти пытались продать эти компании с аукционной и уже кое-что и запланированно осуществили. Затем революции и новые власти, национализировавшие распредкомпании. Между тем, в городе продолжаются митинги по поводу отключения электричества. Акции протеста все чаще перекочевывают на центральные трассы. Дороги перекрываются, страдают обычные горожане. Все, что пока могут сделать энергетики, – это обратиться к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к существующей проблеме и немного подождать. Уже в мае начнут поступать материалы на реконструкцию трансформаторов. Отметим, узнос линии электропередачи и распределительных сетей Кыргызстана сегодня превышает 60%. По кредиту немецкого банка KFW есть такой проект, в котором заложено на сумму 27 миллионов евро замена кабельных линий по городу Бичкек в порядке 111 километров. Этот проект рассчитан на 2-3 года. В подвешенном состоянии. По-другому положение Совета по отбору судей и не опишешь. Члены Совета по-прежнему работают на общественных началах, не имеют влияния на судебную систему и не могут рекомендовать судей на должности в Верховном и Конституционном судах. И все же, несмотря на такое положение дел, Совет все еще существует и все так же вызывает критику различных общественных объединений. Родственники и участники апрельских событий 2010 года требуют от парламента Кыргызстана распустить Совет по отбору судей. По их мнению, заявленные реформы в этой отрасли еще не принесли ожидаемых результатов. Глава общественного объединения Осунбек Джамансариев считает, что в парламенте вокруг судебной системы идет борьба за влияние над этой структурой. Народные избранники уже поддержали законопроект, в котором говорится не о смене состава, а о частичной замене членов данного органа. Мы желаем, чтобы распустили Совет по отбору судей, но парламент, комиссия, они считают, что частично надо возобновить, просто обновить. Некоторых убрать, чтобы они полномочия прекратили и поменять новыми людьми. Сам парламент Кыргызстана попал в патовую ситуацию с законом о Совете по отбору судей. Законопроект уже одобрен, а механизм кадровых перестановок не проработан. Лидеры неправительственных организаций предлагают парламенту набраться сил и принять политическое решение в отношении действующего Совета по отбору судей. То есть распустить действующих и набрать новых. Видимо, парламентарии этого созыва, как и их предшественники, работают по принципу «дошлифуем позже», главное принять. Теперь, чтобы выбраться из непростой ситуации и не навредить реформам, нужно вносить в недавно принятый закон дополнительные поправки и изменения. Несмотря на то, что неправительственные организации неоднократно поднимали вопрос по распуску Совета по отбору судей, они продолжают проводить свои заседания, на которых обсуждают дальнейшие шаги судебной реформы. Это вопрос прерогатива Жорко Кенеша, и на сегодня законодательно нет механизма отзывов, нет механизма распуска. Это возможно только через принятие изменения закон, в котором могут прописать образование нового совета. Эффективность системе по отбору судей должно придать создание квалификационной комиссии, которая будет создана с представителями Совета по отбору судей, депутатами и членами коллегии Верховного суда. Вместе они должны будут проводить тестирование кандидатов в судьи Верховного и местных судов. Однако сами члены Совета считают, что комиссия – это не панацея в решении проблемы, а очередной регулятор работы Совета по отбору судей. А пока суд додел, борцы за чистоту судебной системы должны проявлять максимум терпения, ведь проигравшей в этой битве будет только одна сторона – гражданское общество. Ренат Шамсуддинов, Улан Мунаимов, Бишкек, Кыргызстан. Делиться надо. Министр экономики и антимонопольной политики Тимир Сариев заявил, что артисты, получившие крупные денежные призы за рубежом, должны заплатить налоги в казну Кыргызстана. Как истинный патриот своей страны, министр должен испытывать гордость за своих земляков, поднявших флаг Кыргызстана далеко за пределами Родины, и не думать о деньгах. Но в то же время забота о государственном бюджете – не менее патриотичное поведение. В ситуации разбирался наш корреспондент. Вот она, звезда Евразии. Так называется не только международный конкурс певцов среди тюркоязычных стран. Теперь такое звание носит и бишкекский студент Гульчугит Калыков. Своим голосом он покорил сердца не только своих соотечественников, но и жителей шести других стран и стал обладателем главного приза в виде денежного вознаграждения в 30 тысяч долларов. А это уже столица Словакии. Здесь на конкурсе «Минута славы» своим необычным танцем зрителей шокировал другой кыргызстанец. Талант Атая Умурзакова затмил выступления других участников и заставил заплакать членов жюри, которые прежде, пожалуй, даже не слышали о существовании такой страны, как Кыргызстан. По итогам смс-голосования Атай занял первое место и выиграл 100 тысяч евро. Тем временем на родине покорители зарубежных сердец радости было море. Все так болели за своих артистов, что восхищение их достижениями дошло и до парламента. Депутаты на радостях даже предложили. Такие народные таланты, выигравшие за рубежом денежные призы, должны быть освобождены от уплаты подоходных налогов. Да мы не только должны снимать с них налоги, а вдобавок еще и платить им. За то, что они делают большое дело. Они прославляют нашу страну. Они доказывают всему миру, что Кыргызстан не только источник дешевой рабочей силы, но и кузница талантов. Так что брать с них налоги будет нечестно. Но не успели предложить такую идею депутаты, как народ уже ее принялся обсуждать. А как сейчас в таких случаях диктует закон? Налоговый кодекс обязывает всех без исключения. Получил доход? Пожалуйста, отдай родному государству его одну десятую часть. Впрочем, можно и не отдавать, если этот доход ниже одной тысячи сомов или около 22 долларов. В состав совокупного годового дохода включаются любые виды дохода, полученные в виде выигрыша. Это означает, что человек, получивший выигрыш более тысячи сомов, должен заполнить в конце года налоговую декларацию. И с разницей тысячи сомов, выигрыш минус тысячи сомов, заплатит по доходу налог 10%. То есть Атайва Мурзаков заплатил бы 10 тысяч евро, а Кульджигит Калыков – 3 тысячи долларов. Сделать это артисты готовы, только вот не поймут, зачем превращать муху в слона. Если надо, то надо. Только вот обидно, что больше говорят не о том, что он удивил всех своим талантом, а о деньгах, которые, кстати, еще даже не поступили из Турции на его банковский счет. Мы только знаем, что насчет налогов с турецкой стороны, когда не поступает нам счет в банки, там... Атематически все удерживается. Да, удерживается в своей налоге. Кроме этого, мы только недавно узнали, что и со стороны государства будут заниматься какие-то налоги. И, конечно, мы не отказываемся платить эти налоги. Если, конечно, эти налоги пойдут на нужду, будут хорошие стороны. Например, как поддержка талантов, например, на таких конкурсах. Впрочем, к Гульджигиту, как и Атаю, ничего здесь отдавать не придется, поскольку эти налоги с них удержали уже там, в стране получения вознаграждения. Один в Турции, другой в Словакии. Специалисты говорят, у Кыргызстана с этими странами есть соглашение о безбежании между собой двойного налогообложения. И если депутаты все же примут поправки в налоговый кодекс с тем, чтобы освободить артистов, выигравших деньги за рубежом, то, по сути, это будет двойная работа. Впрочем, ничего плохого в этом нет. Сейчас мало кто помогает кыргызским талантам, и депутаты тоже. Поэтому артисты будут рады даже такому вниманию со стороны властей. Манас Ачгитов, Бакыт Кушалиев, Бишкек, Кыргызстан. Это все, о чем мы хотели рассказать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова